Здравствуйте, Мария. Добро пожаловать в Румынию. Как вас зовут и откуда вы родом? Здравствуйте, меня зовут Брынза Мария. Я родом сама с Молдавии, а жила в городе Одессе. И уехали оттуда вы из-за войны? Да, по военному положению. Сколько времени назад и куда уехали первый раз? Первый раз я уехала около четырех месяцев назад, может даже и пяти. Весной, в начале войны. Уехала я сначала в Германию, проездом в Румынию. Через Румынию, на Германию. Уехала я прямым до Германии. И где жили, сколько жили? Мы уехали, я уехала с мамой своей и со своим братом. Мы ехали в Германию до родственников. Не в связи с беженствами, я хотела там работать. Это до войны? Нет, во время войны. Все равно беженцы бежут из Украины. Да, но я большинство хотела там работать. Мне наши родственники сказали, что там можно устроиться на работу. Когда я приехала, не то, что ожидалось, конечно. Много чего не так было, как говорили многие люди, что там хорошо, что там платят, что там можно легко работать. И люди хорошо относятся. Я приехала, было совсем по-другому. Было немножко тяжеловато. И из-за этого я приехала обратно в Румынию. А в каком городе в Германии? Это город Киль, но это не в городе самом. Это километров 70-80 от Киля. В центре для беженцев, наверное? Нет. Сначала нас поселили в Боштон, в центр для беженцев. Мы там пробыли около недели, полторы недели. Побыли там, пока мы с нами не нашли жилье. Мы просились, очень сильно просились ближе к родственникам, в город Киль, но нам отказали и поселили в Шлейсбург, в село. И там не было ни работы, там вообще не было никак. Там ни связи, ни интернета, ничего там не было. А как вы с ними говорили? Вы же знаете только русский, румынский? Там были переводчики в центре для беженцев, в Боштоне. Был переводчик, который нам помог. Это миграционная служба. Она нас и определяла. Не волонтера, а миграционная служба. Но потом, чтобы работать, нужно знать язык какой-нибудь? Да, они сказали, что... Английский, немецкий? Вы временно побудете здесь, а потом мы подумаем за знание языка. Да, ну, я так поняла, я вам скажу, короче, там надо было просто сидеть и ждать, пока они принесут ту пособию или позовут вас на знание немецкого языка, на учитель. Откуда знать? А, на курсы? Да, на курсы. Извините, неправильно формулирую свои слова. Вот, и нам надо было так ждать. Ну, мне это не подходило, почему? Потому что сильно тяжело было, там ни магазинов не было, ну, жилье, ну, непридатное для жилья. Вот, и тем более, когда я сама девушка с матерью, мама у меня пожилая, и мне не было выгодно там оставаться. Я приехала обратно в Румынию. Там, если тебе выплачивали 400 евро, надо приносить чек на то, на что ты покупаешь, на что ты вытрачиваешь. Если ты там, ну, я такого не испытывала, потому что я не дождалась пособий. Ну, был список продуктов, которые можно было купить, или для чего чеки приносить? Нет, чеки приносили, что ты именно их потратил. А, понятно. Эти деньги, вот. Что не собираешь? Да. Нельзя было собирать эти деньги, чтобы не было слишком много, или как? Наверное, потому что, когда получаешь пособию, тебе нельзя выезжать из страны. Ты должен ее потратить, а потом выехать. А если ты выйдешь из страны с пособий, тебя она таможня не встретит. Да. И пошлет обратно в Германию. Или заплатишь штраф. Понятно. И решили уйти оттуда, да? Да, я не дождалась пособий. Я пособий так и в Германии ни разу не получила. Я жила на собственные средства. Месяц? Да, около месяца. Не до конца месяца я таможила. Вместе с мамой и с братом? Да. И вместе сюда приехали? Нет, брат остался с женой, с ребенком. Я с матерью вывернулась сюда. Как я жила в Германии, пока Месяц не уехала, мы решили с мамой уехать две недели. Но мы ждали две недели. Потому что одна неделя были праздники. Там у них, я не знаю. И нам миграционная служба отказывала сделать стоп-азил. Вторая неделя тоже на что-то там не получилось. Мы две недели ждали, чтобы отказаться. Ну, мы как пришли в первый день, когда уже все вот эти вот, их на нюансы прошли, фосмажоры. Мы приехали. За секунду времени отдали вид на жительство. Здесь, в Румынии? Нет, в Германии. А, и решили там все бюрократы уехали туда? Да, мы приехали сюда. Приехали сюда. Мы собирали вообще на Украину приехать домой. Да, и моя инициатива была предложить маме остаться здесь. Потому что я проездом здесь была, когда ехала в Германию. И мне здесь очень понравилось. Я здесь была три дня. Говорю, давай попробуем здесь остаться. Мама сказала, что нет. Она уехала домой, у меня отец дома. В Одессе? Нет, мы живем за Одессой, извините. Но там бомбят везде, да? Или летят ракеты, или все равно опасно? Да, когда я уехала, были сирены, было слышно взрывы. Сейчас говорят, что еще сильнее. Почему? Потому что они приближаются. Они с Николаевым ближе и ближе приближаются. И моя мать уехала в Одессу домой к отцу. А я осталась здесь. Мне достаточно было три недели. И я посмотрела, мне здесь больше понравилось. Почему? Тем более вы знаете румынский язык. Да, я знаю румынский, но не весь. Ну, старая, да. Есть хорошее начало, да? Да. Мне здесь понравилось. К чему? Потому что румынская власть и румынские жители не относятся к нам, к нам, беженцам. Тут я чувствую себя свободней. А где была такая взятость? В Германии? В Германии было, да. Говорили вам, что вы беженцы или что вы румынские? Нет, не рум и не то, что я беженец. Они по поводу помощи. Вот если мы тебе там, вот примерно в миграционной службе Германии, мы подошли и сказали, нам не подходит вот этот дом, то, что вы нам предоставили, жилье, вот ваши услуги, можно мы откажемся, потому что в Германии несколько штатов и разные законы. Можно мы откажемся от в городе Шлесбурна, мы хотим уехать в другой город. Они сказали, нет, вы или остаете здесь у нас, или уезжайте обратно к себе домой, потому что вас тут, вам тут не рады, так и сказать. Так и говорили, да? Да, так, потому что он разговаривал по-русскому. Может, переводчик был такой? Нет, нет, он разговаривал сам. Немец? Да. Понятно. Он разговаривал по-русски, очень хорошо разговаривал, с акцентом, но хорошо разговаривал. Он нам так сказал, или вы остаетесь здесь. В том городе? Да. В том селе? Да, или вам не разрешаем уезжать в другую. Есть такой город, Гютерсу, там жила тоже моя сестра. Мне хотелось туда уехать, она 700-800 километров от того города, где мы жили. Мы хотели переехать туда. Ближе к родственникам. Да, там, тем более, ихниная власть, ихниная миграционная служба позволяла нам выбрать жилье и работу. Они давали нам работу для беженцев, которой не нужно было знание языка. Вот как. Ну, они нам поставили, да, ультиматум. Или вы остаетесь здесь, или вы уезжаете. И если вы уедете отсюда, вы не остаетесь здесь, то пять лет вы не должны появляться на территории Германии. Есть такие законы, или это он придумал? Он так сказал нам, не знаю, насколько это так верно. Понятно. И в Румынии лучше? Да, мне понравилось. Я же вам говорю, почему? Здесь у тебя есть свое право выбора. То есть, если можешь выбирать их, как тебе удобнее. Ну, ты сама здесь решаешь. Ты чувствуешь себя тут как дома, я так скажу. Там за тебя решает правительство в Германии. А здесь ты сама за себя решаешь. Тебе единственное, что здесь помогают, да, материально тебе помогают. Не постоянно. Здесь нема... Хочу сказать одно. Плюс в Германии, то, что там финансовая стабильность. А в Румынии нема финансовой стабильности, но тут есть больше перспектив. Хоть тут и зарплаты даже меньше, чем в Германии. Еще раз повторяю, здесь больше перспектив. Если ты можешь более... Вы там жили в селе, а здесь в столице, наверное, поэтому и разница. Нет. И здесь нашли работу? Нет, я здесь пока не работаю в поиске работы. Нет, не то, что там в селе. Мы когда жили в Бостоне, в центре для беженцев, он совершенно рядом, две остановки там до центра города, куда мы и ехали, в Кель, до родственников. Мы приезжали туда, целый день там находились, ночевали просто в центре, потому что в центре до 11 надо было вернуться, потому что мы сразу убили тревогу, потому что надо было выходить и заходить по чипам, там все как в тюрьме было, вот, ой, и вот. И здесь, где, как живете? А здесь мы, когда я приехала с мамой сюда, мать уехала сразу с вокзала, а я здесь у меня была тоже моя эстрадная, я приехала к ней в гости, переночевала, села на телефон, быстро в телефонном режиме, в фейсбуке забила Румыния с Украиной, беженцы в Румынии, все, что могла. Нашла группу, да? Да, нашла группу, первую группу, она у меня одна есть, она до сих пор у меня в телефоне, я всем ее посылаю. Нашла общежитие, вот, и поехала, а, нет, нашла номер общежития, но мне сказали, пока МСИМ не позвонят волонтеры с вокзала, с города Нор, они не имеют права заселять. Или пожарники, да, МСИМ. Вот мы приехали, я поехала на автовокзал, на ЖД вокзал, на ЖД вокзал, да, на ЖД вокзал, да, попросила одну девушку, она позвонила, я сразу уже после ее звонка поехала туда и заселилась, заселилась в это общежитие. На несколько дней? На, я бы там осталась на постоянном, мне там очень нравится, там все хорошее, все чисто, аккуратно, опрятано. И кормили тоже? Да, и кормили, и все. Единственное, что там надо было закрывать дверь, и отдавать ключи вахтеру. Как в общежитии, да? Пока МСИМ началось то, что даже когда и я заходила в комнату, приходила, заходила в комнату, открывала дверь и обратно надо было спускаться и отдавать ключи, и двери у меня оставались на распашку, если я там выйду, да, там на кухню или куда-то я выйду на лестничную площадку, то двери у меня открыты. Мне не понравилось, потому что начали пропадать вещи, я больше трех дней там не осталась, и переехала в другое общежитие, там мы были, там центр только для девушек, для женщин и детей. Я там пожила месяц, и решила, а узнала за эту программу тоже в группах, уже больше здесь освоилась, начала там что-то делать, где-то подрабатывать, в вайбере в группе я нашла то, что можно предлагать свои услуги, я предлагала услуги уборщице, это не зазорно, я начала хоть что-то делать, как-то выживать здесь, а мне здесь ну было легко, я разговаривала на римонском языке, начала освоиваться здесь, вот как, и узнала за эту программу 50 на 20, и решила переехать на квартиру, вот, у нас было 50 лей в день на каждого беженца, 20 лей каждый день. Плотит государство владельцу квартиры 20 лей на питание беженцу или беженке. Да, правильно. Вот, мы узнали эту программу, и мы решили переехать. На тот момент мы переехали, и у меня случилось горе, мне надо было вернуться на Украину. Я по спешке толком не разложила чемоданом, быстро уехала в Украину. И мне надо было вернуться обратно сюда, в Румынию, но ненадолго, на пару дней. Вот, как-то я приехала по делам сюда, и обратно же вернулась на Украину. И хозяин этой квартиры увидел, ну, то, что мы едем туда-сюда, или как, извините, я не знаю, как объяснить этот момент. Он мне лично позвонил и сказал то, что надо приехать мне срочно. Он знал, что вы в Украине? Да, я ему сказала даже, по каким причинам я уехала, и сказала на какой срок, потому что у меня тоже я не могла долго находиться на Украине, потому что я здесь была оформлена. Он знал, в какой ситуации я, и знал, что я должна скоро приехать. Нет, он мне сказал, в тот же день, поспешно, выехать и забрать свои чемоданы. Не дал неделю, несколько дней, и сказал, сразу нужно выехать. Нет, я должна была выехать. Вот я выехала. Я приехала, я сказала, подождите мне немножко, мне надо обратно поговорить с владельцем общежитий, чтобы заехать туда. Он сказал, хорошо. Я не оставалась в покое, пока мы с ней спросили, ну, почему же так, я так ждала эту квартиру, я столько по дорогам, по общежитиям, так хотелось отделенного уголка. Ну, я его и спрашиваю, почему? Что-то случилось, может, что-то соседям, может, какие-то жалобы, давайте все исправим, я прошу извинения, может, что-то, я неправильно поступила, или как-то, или шумно сильно мы себя вели. Он сказал, он сначала несколько раз не отвечал на мои вопросы. А в конце, когда я пришла уже за чемоданом, он сказал, я продаю квартиру, выходите. Придумал предлог, да? Да, и в течение, ну, сколько я побыла там, может, недельки две. Да, две недели. По этой программе? По этой программе. Значит, он на месяц, на целый месяц получал деньги за ваше проживание там? Месяца не было, месяц должен был быть. Но вы прожили только полмесяца. Да, я прожила полмесяца, но, смотрите, полмесяца я прожила, и я съехала. Я не оформлялась нигде, чтобы было засвечено, получил он за меня какой-то там... Деньги, да? Да, какие-то деньги, так скажем. А вам не дали те 20 дней в день на питание? Нет, потому что я так и осталась у него оформлена. Я у него так и была оформлена, но я же съехала, вот. А в конце месяца или там, или в начале другого месяца, может быть, и пришли эти деньги, но... Он вас не искал и деньги не давал на питание? Да, потому что я еще тогда не хотела оформляться. Я искала хорошую, надежную квартиру или апартаменты. Ну, я, спасибо Господу Богу, познакомилась с одним человеком, дай Бог ему здоровья, он мне помог. И нашел другую квартиру? Да. И уже там живете без проблем? Да, конечно, спасибо хозяйке, она тоже очень хорошая, очень добрая женщина, помогает. А как вы думаете, почему так произошло с тем другим хозяином? Потому что... В машине хотел брать деньги за несколько... Хочу сказать вам мое предположение, то, что он не знал толком за эту программу, но он знал то, что он в минусе точно не останется, это он знал наверняка. Да, но тогда, на тот момент, у него двухкомнатная квартира была, на тот момент заселялись четыре женщины. Я и мать, и двое моих тетушек. Вот, а он узнал, наверное, побольше про эту программу, он захотел заселить или больше людей, или, скорее всего... Другой национальности. Да, другой национальности, вот так. Да, вы думаете, что он расист, что ему не нравилось, что у него живут ромы? Да, потому что соседей, когда... У него не было, когда я заселялась. Угу. Я привела свои чемоданы со своих их с тетей. Ну, она немного смугли меня, намного смугли меня. Она была... На нее не скажешь, что она другой национальности, на ней посмотришь и скажешь, что она там рома. Вот. И соседи увидели, и я, ну, я взрослая девушка, и могу понять мимику человека, который не нравится. Вот. И я увидела, что это не так, и я сразу поняла. И даже до этого я говорила своей маме то, что нас ожидает разговор с хозяином квартиры по-любому, потому что он сейчас должен предупредить, чтобы никаких гостей, там, никаких шумов, вот это вот, чтобы не беспокоить соседей, вот. Потому что вот почему я в первом приложении сказала, что... Спросила его, может, соседи что-то сказали, потому что у меня с соседями не сложилось. Вот как. Одни соседи говорили, что я поздно прихожу с работы, потому что я ходила убирать квартиры у женщины, и там у нее были кошки, собаки, дети, и надо было дольше убирать, вот. И я поздно пришла, в часов в 10-11 вечера. И что? И у них лифт старый, там двери хлопали сильно, и их это не устраивало. Вот одно замечание. Второе замечание то, что ключи в двери сильно там... Стучат. Да, вот. Значит, не только хозяин, или не обязательно хозяин раз есть, но, наверное, и соседи тоже. Да, соседи сказали, вот, понабирал тут цыганей, ромов, и вот они нас беспокоят. Я захотела... Слышали такое, да? Я заходила в квартиру, свою, ну, не свою, его квартиру, я ее арендовала. Она время была вашим домом, да. Я захожу в квартиру, выходит девушка одна, она кричит мне, то, что ты пугаешь мне ребенка, ты открываешь шум на дверь, говорю, извините, я не хотела, но по-другому она не открывается, мне как-то надо зайти. Вот. Ну, я же говорю, я с Ирией, ей не понравилось то, что мы не румынской национальности. Или вы мигранты, беженцы. Да, беженцы мы, что мы ромы. Вот. И Ирия, он нашел больше людей. Ну, я хочу сказать то, что в его квартиру больше четырех человек бы не поместилось, потому что у него всего лишь две кровати, которые могли поместиться только по два человека. Или большой семью с пятьми детьми или так далее. Да, да, может быть. Потому что там же по этой программе не считаются за детьми. За взрослые, да, а за человека. За человека. Хоть тебе и годик, и полтора, полгода, ты персона. Все. Вот как. Хорошо. Значит, вам больше нравится в Румынии. Вы намерены остаться здесь? Пока да, но честно сказать, мои родные, племянник, там, ну, моя семья, с кем я живу, они не хотят оставаться. Почему? Они, я молодая девушка, я еще пока себе ничего не нажила. Ну, тоже жалко за домом, потому что мы все же жили. А у вас есть дом-то? Да, родительский дом. Мы все же всегда, всю жизнь жили и все старались в дом принести, понимаете как. Вот. А сестра моя все нажила сама себе, мама, и они тянутся к тому же, чему они нажили, понимаете как. А мне, меня ничего не держит дома. Я еще там, где война рано или поздно с Божьей помощью закончится. Мне главное обустроиться где-то, стабильную работу найти. Если я найду в Румынии стабильную работу, хорошую, то, конечно, я здесь останусь. Конечно, я здесь останусь и будут, может, какие-то возможности, перспективы. Вот так. Я вам желаю этого и найти здесь новую родину в Румынии. Спасибо. Надеюсь, встретимся чаще. Скорее всего, тут это же тоже как-то частичка родины, потому что, почему я разговариваю по Румынски, да, потому что мои родители сами из Молдавии. Раньше же была не отдельная республика Молдавии и Румынии, это была единая страна. Поэтому говорим один и тот же язык. Да, один и тот же самый язык. Ну вот поэтому, наверное, я себя тут и чувствую как дома. Добро пожаловать дома. Спасибо.